Встреча с Министерством Федерации 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 Должны понимать, что это тоже важнейшее достижение наших современников. Должны понимать, что это и не обладает коррекцией современного искусства, ювелирного искусства, его памятника, памятника, связанного с современной историей, потому что наши аналогические рамки, наш спектр очень широкое начинание рассказывать об истории нашей страны, нашей цивилизации, современной рамки, буквально витра, в принципе, может провести и составить постепенно, которое посвящено сегодняшнему будущему. То есть это для нас появление. Но с другой стороны, мы шли на какой-то правильный эксперимент, потому что мы вводили в состав очень популярной знаменитой выставки «Звук и колбаком», мы вводили это в современное произведение. И в какой-то степени рисковали тем, что как будет взаимодействовать, как будет сочетаться, работать со своими мастерами, и работали мастеров прошлого. И, к счастью, мы не ошиблись в среднем этих людей, потому что, как мне кажется, выставка получилась. Суководитель Горкрана России Андрей Владимирович Юрьев. АПЛОДИСМЕНТЫ В составе государственного фонда драгоценных камней и драгоценных металлов Российской Федерации в составе этого государственного фонда есть замечательная часть, которая называется «Алмазный фонд России», представленная на постоянно действующей экспозиции. И есть определенная коллекция юбилерных вездеев. И вот, начиная с начала 2000-х годов, Горкран для себя избрал стратегии моей деятельности, проведение вот таких современных островов юбилерного искусства. Здесь в первых ретах зрителей, участвующих, находится Галина Васильевна Ананина, которая как раз начинала первые такие конкурсы. И да, действительно, мы в конкурсе проводим юбилерного искусства для того, чтобы показать связь времен тех замечательных ювелиров российских, прошлого, имена которых всем известны, и тех новых современных ювелиров, которые сегодня работают, которые продолжают тратить все прошлого и тем самым показывают всему миру, всему миру, что такое сегодня Россия, что могут делать сегодняшние мастера России. И, конечно, мы вам благодарны за участие, безусловно, благодарны Министерству культуры за то, что вы нас поддержали, и все, конечно, ничего ли выкинут, за то, что вот такое решение, по сути, сегодня первая выставка современного ювелирного искусства в здании Государственного музея. Поводители охраны России Андрея Владимирович Юрин вручают главную награду конкурса. В гран-при присужден работа лампада в память погибших плавателей Ленинграда, икона преображения сауна Ковш-Ладьян, автор Гонцов Алексей Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот мысль, которая появилась, что Государство начало думать о будущем, о наших талантах. И здесь опять подтверждается это музей. Вот смотрите, мы находимся в Государственном авторическом музее, музее высшей категории. И я хочу поблагодарить Государство и руководство сотрудников этого чудесного музея. Конечно, огромная благодарность руководству и сотрудникам охрана. И ювелирного искусства. Диплом победителем вручает член жюри Перфильева Ирина Юрьевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место. Колье Деко Осень. Автор – компания Элит. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Оружейная композиция «Тура и молодец». Автор – Воробьев Василий Юрьевич. Автор – кредка. Идин Игорь Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место. Кольцо «Диафрагма» из коллекции «Механика». Автор – Маркин Владимир Владимирович. Мастер – геруллин Домин Равелевич. Ювелирная лаборатория «Марки». АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Национальная тема в творчестве мастеров золотого и серебряного дела». Третье место. Набор «Царский пир» и чайный набор «Державный». Автор – компания «Северная червь». АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Браслет «Птицы». Автор – Жукова Елена Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место. Просвестено работе икона, образ преподобного Сергия Радонежского. Автор – компания «Харизалия». АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «В использовании инвестиционных материалов в авторских работах». Дипломы победителя вручает член жюри Шириков Игорь Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий о теле нумизматики Государственного исторического музея. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место. Работа «Морской пес» из жемчужной коллекции. Авторы – Белобородов Александр Анатольевич и Насыров Анбат Милисович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Сергий Черкопоров, 22. Автор – Михаил Андрей Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место. Гребень «Дождь в четвергах». Автор – Юнисов Рустам Аталлович. АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Мастерство Комнилета, отраженное в пластике камни». Дипломы победителям вручает шлем жюри Гагарин Александр Григорьевич, профессор, президент некоммерческого партнерства, коллегия экспертов и отменщиков юбилетных изделий и антикориатов. Второе место. Второе место. Работа «Честно». Автор – Сидоран Александр Борисович. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место. Италия – «Ручка Веймаус». Автор – Владимир Попович. Ювелирный дом аргентов. АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Ювелирные техники. Традиции в мастерстве». Дипломы победителям вручает член жюри Кузул Дзянов и Легис Валидович. Художник-фомилит, лауреат отечественных и зарубежных конкурсов. Третье место. Прошлый ответ «Море». Авторы – Васильевна Екатерина Васильевна и Воронцова Юлия Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Сергей Ильц. Автор – романов Николай Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место. «Колье. Северная сказка». Автор – компания «Ичайкен». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Эстетика часового тела». Диплом получает председатель жюри Валдаева Вероника Юрьевна. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Кандидат искусствоведения. Эксперт Министерства культуры. Главный эксперт искусствоведения. «Ичайкен». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе место. Настольные часы – «Московская Пасхали». Автор – чайкин Константин Миловевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кламинация коллекция «Творческий мир февелира». Третье место. Кулон «Душа Арктики». Автор – Балдин Марк Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Гарнидор «Сурте». Автор – Цибенов Цибик Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место. Грошки Сергея «Вечер в Византии» из коллекции «Путешествия на Востоке». Среди арктов, среди домов, арктов, среди, и улажен, и улажен, и улажен, и улажен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Номинация «Использование самоцветов при воплощении творческих людей и мастеров юфелиров». Дипломы вручает член жюри Смородинова Галина Григорьевна, истинстволет, ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место. Портреты династии Романовых. Петр I, Александр II, Александр III. Актор – компания «Анна Нова». Мастер – мельников Роберт Роберт Роберт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Китайский варенц, город Сан-Эфигур. Собственная дача, город Сан-Эфигур. Автор – компания «Арнер». АПЛОДИСМЕНТЫ Иллюминация «Искусство оружейного тела». Диплом победителем вручает член жюри Соколов Геннадий Дмитриевич, председатель правления творческого союза, гильдия мастеров-оружейников, член Союза художников России. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место – муж Аркангер Михаил. Автор – Володим Андрей Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе место – Шпада «Фарус». Автор – Локтачев Александр Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первое место – «Фарус» с стилетом «Нарцисс Горах». Автор – Тимофей Палентин Викторович. За автора – фонтачевого шага «Фарус». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «На счастливом художественной отбранки». Дипломы победителем вручает член жюри Сталеревич Александр Викторович, заведующий лабораторией гемологического центра МГУ имени Момоносова. Второе место. Работа «Солнечная система в угроженном камне». Автор Петраченков Дмитрий Александрович. Первое место. Работает «Кольцо триады. Заката в капле дождя». Автор Саморудов Дмитрий Владимирович. Номинация «Оригинальность идей. Работа серийного производства». Дипломы победителем вручает член жюри Ширяков Игорь Владимирович. Третье место. Коллекция «Вейра». Автор ювелирная пельгель «Артефакт». Автору Дмитрий Александрович. Второе место. Сергей Третьев. Автор Петраченков Дмитрий Александрович. Автор Петраченков Дмитрий Александрович. Василий Третьев. Автор Петраченково «Артефакт». Данцову Даниилу Алексеевичу за участие в создании работ, получивших гранд-при конкурса. Садовому Владимиру Михайловичу президенту компании «Мастер России» за сохранение традиций в создании интернетных предметов и оригинальные решения в закрепке прикосновенного камня. Уважаемые дамы и господа, если есть желающие сказать несколько слов в завершении цифрогии, просим вас на сцену. Я хотел бы от своего лица и моих коллег просить благодарность организатора торгового конкурса работы «Помога Гранд», эксперт конкурсной комиссии за столь высокую оценку нашего общества. Хочу пожелать своим коллегам дальнейших творческих господеков и особо благодарность, что вы высказали своему сыну Артуру за ту техническую помощь, которую он мне оказывает в создании этой работы. Большое вам всем спасибо. Сейчас приглашаем вас ознакомиться с экспонатами выставки на втором этаже, а те, кто уже посмотрел работы, приглашаем на фушель на первом этаже. Очень приятно. Это будет очень интересный проект.